Добрый вечер, в эфире «Главное». Сегодня 8 июня, 8 июня 2019 года в Республике Молдова произошло сразу несколько знаковых событий. Мы будем говорить о событиях, с этим связанных, какие надежды оправдались, на какие вопросы мы получили ответы, а какие вопросы спустя год мы так и не узнали ответов на них. Об этом мы сегодня будем говорить с моими гостями в студии. Моё приглашение приняла Стелла Жантуан, политический аналитик. Добрый вечер, госпожа Жантуан. Добрый вечер. И политолог Аннелли Чуря. Добрый вечер, господин Чуря. Добрый вечер. По скайпу чуть позже к нам присоединится Александр Слусер, первой части программы, а потом Владимир Чеботарь и Анна Урсаки. Вот попробуем сразу с нескольких сторон и даже из-за границы посмотреть на взгляд того, как всё это выглядело год назад. Я напомню, что именно 8 июня правительство Санду было проголосовано парламентом. Прямо в парламенте, практически при выключенном свете, принимали они тогда присягу. Конституционный суд моментально тогда отреагировал и признал это решение неконституционным. Но спустя какое-то время всё-таки после того, как господин Плохотнюк покинул республику Молдову, власть перешла к новому правительству, а демократы вернулись в парламент работать в качестве оппозиционной фракции. А в тот момент была создана коалиция ПСР Маккун, на которую, как минимум, госпожа Жентуан очень настаивала три месяца переговоров, чтобы эта коалиция была создана, а господин Чуря говорил, что этого не может быть, потому что этого быть не может в принципе. Но вот сейчас мы будем обсуждать то, что случилось год назад и оправдались ли надежды госпожи Жентуан на ту коалицию, которую вы предлагали. И оказался ли спустя пять месяцев прав господин Чуря, все эти позиции мы сегодня услышим. Итак, госпожа Жентуан, что мы наблюдали год назад и что из этого изобещанного на тот момент, а очень многие поверили тому, что у Республики Молдова может измениться ситуация. В частности, все ожидали реальную деолигархизацию страны, освобождение государственных институтов после того, как была принята декларация захваченного государства. Что из всего этого за этот год мы наблюдали? Что реализовалось из обещанного? Ну, во-первых, надо отметить, что в прошлом году, именно в эти дни в Республике Молдова складывалась уникальная ситуация. Уникальная, потому что это был огромнейший шанс для Республики Молдова для того, чтобы наконец-то вырваться из этого, из вечного такого колеса сансары и из вечного молдавского выбора между малым и большим злом. Это была возможность на самом деле реализовать настоящие и нужные, необходимые реформы для Республики Молдова, потому что мы знаем, что в то время или до тех пор государство Республика Молдова было нечто иным, как собственностью олигарха Плахотнюка, который контролировал не только демократическую партию, которая, кстати, являлась неким таким политическим департаментом в его огромном холдинге, но и контролировал все государственные институты, все абсолютно социально-экономические, политические процессы в Республике Молдова. И именно та формула, которую предлагала я и мои коллеги, она была единственной возможной для той ситуации, для того, чтобы сформировалось так называемое антигигархическое большинство, которое, в принципе, отображало волю избирателей и позволило бы на первом этапе, то, что мы предлагали, позволило бы на первом этапе очистить государственные институты от политического влияния демократической партии олигарха Плахотнюка, подготовить страну к демократическим транспарентным выборам и пойти на досрочные выборы. Таков был план, который предлагали мы с нашими коллегами. Хочу вам сказать, что, и как вы тут отметили, никто не верил в эту формулу. Уже даже не буду говорить, сколько нас критиковали и чеми руками и ногами мы были всех разведок мира и включительно Кремля. На нас набросились все те, которые в конечном итоге стали бенефициарами этой коалиции. И эта формула была услышана и нашими партнерами по развитию, которые, в самом деле, увидели эту возможность вывести, дезинтегрировать, скажем так, из политической формулы, токсичную демократическую партию под руководством олигарха Плахотнюка. Парламент сделал тогда решительный шаг. Я уже не буду говорить о том, что сейчас все герои, и есть такая даже поговорка, мало нас было, но много нас осталось. Сейчас, я вот читала сегодня прессу, сейчас все абсолютно говорили о том, что именно благодаря им олигарх Плахотнюк был изгнанной страны, именно они его победили и так далее. Я думаю, что это были на самом деле общие усилия, прежде всего, гражданского общества, которое выходило на бесчисленные протесты, начиная с 2015 года. Это была тогда антилигархическая, скажем, оппозиция, которая руководила этими протестами. И, конечно же, получили, если бы этого не было, мы бы никогда не получили поддержку, международную поддержку, практически консенсуальную, что Европейского Союза, Соединенных Штатов и Российской Федерации. Тогда было принято тоже в то же самое время. Мы можем сейчас говорить о том, что это был в самом деле революционный момент. Давайте говорить, что это потом назвали революцией послов. Да, потом это назвали революцией послов, но это именно назвали те люди, которые все эти годы где-то умалчивали те процессы, которые происходили в Республике Молдова. И, может, им не хватило некой храбрости для того, чтобы выходить, скажем, на передний план. И для того, чтобы минимализировать роль гражданского общества и роль тогдашней оппозиции, для того, чтобы сказать, что это была революция послов. Я хочу вам сказать, что вот и господин Чоря, как политолог, и я, как человек, который прошел через исторический факультет, хочу сказать, что если бы не было вот этой синергии в обществе против произвола, многолетнего произвола олигарха Плохотнюка и демократической партии, эти процессы было бы невозможно поддержать со стороны международного сообщества, потому что было бы как бы вмешательство в дела страны. Но тогда, как это все случилось, и Европейские союзы, и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки поддержали усилия общества для того, чтобы, в самом деле, освободить страну от тех токсичных процессов, которые ввело Республику Молдова, не только на предпоследние, а на самые последние места всевозможные занимаемые в Европе. – Вы так и не ответили, надежды ваши были оправданы за этот год или нет? – Ну, я хочу вам сказать… – Если можно, кратко, потому что вот господи – Я хочу сказать, что и да, и нет. Во-первых, первое, то, что эта коалиция все-таки какие-то процессы инициировала, и они повлияли в дальнейшем на, скажем, такие позитивные процессы, как независимый, например, генеральный прокурор. Я думаю, что Александр Стойного никогда бы не стал генеральным прокурором в тех условиях, в которых была Республика Молдова. Начались изменения и в других государственных институциях и отраслях. К сожалению, то, что меня разочарало и то, что я, естественно, ожидала большего, то, что партии не пошли на досрочные выборы, а предпочли все-таки депутатские кресла и предпочли, обманывая себя, вот сейчас это подтверждается, обманывая себя, что можно было устроить, делать какую-то долгосрочную коалицию с партией социалистов. Мы тогда говорили, что никакой долгосрочной коалиции с партией социалистов быть не может, она может быть только ситуативной для того, чтобы очистить государственные институты и подготовить страну к досрочным выборам. И вот то, что и получилось. Демократическая партия, в принципе, сыграла свою игру. Мы чуть до сегодня там создать. И социалисты пошли на коалицию. Вы на тот момент были абсолютно уверены, что это невозможно, что такая коалиция противоестественна, в принципе, напоминали о том, что депутаты блока КУМ подписали еще в феврале обязательство не вступать в коалиции с партиями ШОР, ДПМ и в партии социалистов, обвиняли их в том, что они были союзниками на самом деле демократов, а не оппозиционной партией. И даже после того, как все это случилось, высказывали целый ряд опасений того, что будет происходить в стране и со страной. Вот на сегодняшний день, спустя целый год, ваши опасения оправдались или все-таки вы считаете, что то, что в ноябре сменилась коалиция и правительство Майя-Санду было отправлено, ставку сыграло, исправило все, на чем вы говорили? Да. Ну, я начну с того, что в ноябре, после того, как Молдова сошла с рельс, с моей точки зрения, в июне, я так это называю, никакой революции это не оказалось, как мы видим впоследствии. Но она сошла рельс, там несколько месяцев она прошлась по травке, и это обеспечили, конечно же, и иностранный фактор, этот более или менее такое легкое передвижение по непройденным путям. Потом это все постепенно как-то вернулось на круги своя, но, конечно, в другой редакции и с серьезными нюансами. Поэтому я революцию не вижу, то, что мои прогнозы в июне не оправдались, это не означает, что это какая-то катастрофа, ошибка, жизнь не протекает по стандартам, обязательно по стандартам политологов. Как говорил когда-то господин Филат, вят сабате филму, то есть у нас есть определенные рецепты, есть определенные схемы когнитивные, мы так воспринимаем действительность, но иногда прилетают черные лебеди. Кстати, я об этом говорил еще в конце прошлого года, что обязательно будет какой-то черный лебедь. Но черный лебедь это событие, которое невозможно предугадать. Ну, можно и так сказать, хотя там не только Козак сыграл. А можно я сразу тогда в лоб, обычно я пытаюсь так более дипломатично, в лоб, знали ли вы о том, что ведутся переговоры между Игорем Дадоном и Владом Плохотнюком, и считали ли вы, что они достаточно имеют оснований для того, чтобы говорить о том, что будет либо создана коалиция ДПМ-ПСРМ, либо будут все-таки объявлены досрочные выборы? Ну, у всех тогда, ну, людей, которые серьезно следили за сценой, за исключением команды, в которую ходила госпожа Жан-Тон, там не только госпожа Жан-Тон, там был и Тулбур, и Виктор Чабану. Тулбур, и Виктор Чабану, Стефан Глигар. Вот за исключением этих людей, понимаете, вы тоже проецировали свои желания, вы же не гарантировали. Кстати, Виктор Чабану в последние дни до, вот буквально лета, в начале лета уже тоже признавал, что скорее всего будет, публично, мы участвовали с ним в передачах, нежелательно, но скорее всего будет альянс между Плохотнюком и Дадоном. Как-то все уже, всем казалось, что все идет по накатанной, поэтому и мы это воспринимали именно таким образом, и ожидали, что случится самый вероятный сценарий у всех. Это был именно альянс между Плохотнюком и Дадоном. Кое-что мы, конечно же, не учли, ошиблись, но последующие события показали, что можно все переиграть, и вот этот, тот сценарий, который был предложен во время так называемого заговора послов, этот сценарий не оказался состоятельным. И поэтому в ноябре все было переиграно, потому что вот этот моральный дискурс, этика и идеализм, который был внесен во время июньских событий в нашу политическую жизнь, и это было поднято на уровне власти, а не на уровне оппозиции, это оказалось не действенным, и поэтому его потом отторгли. Я хочу отметить этот момент, что когда господин Чуря сказал, что мы проецировали свои желания. Проецируют желания у психотерапевта. Мы не проецировали свои желания. Мы делали на основе анализа, на основе анализа ситуации и на основе перспективного анализа, что было бы для Республики Молдова правильным. И это был результат именно этого анализа, а не потому, что это были наши какие-то личные проекции. И хочу сказать, что ситуация, созданная сейчас в Республике Молдова, еще не раз подтверждает, что мы были правы, когда говорили именно о этой коалиции, что она могла произвести знаменательные изменения в Республике Молдова. Но если бы не предательство Игоря Додона, когда он решил тайком все-таки вернуть демократов к власти, договорился с Плохотнюком и теперь пожинает свои же плоды вот этого предательства. С Силипом все-таки, а не с Плохотнюком он договорил. Нет, он тогда договорился с Плохотнюком, потому что партия была едина, они договорились, один из договорщиков был тот же, как его зовут, Андриан Канду, их было несколько человек, и они тогда убедили Додона в том, что самое лучшее сохранение всех существующих схем и управление ими, это, конечно, вот эта коалиция ПСР и МДП. И, как говорится, жадность Фрая разгубила, потому что ничего другого из этой коалиции не вышло, потому что это была коалиция, именно коалиция схем, которые нужно было поделить и распределить. Чисто политически Игорь Додон проиграл именно в тот момент, тогда, когда разрушил коалицию с ПСР и КОМ и не пошел на досрочные выборы. Сейчас я напомню тогда для наших телезрителей, когда мы говорим про революцию послов, что, если я не ошибаюсь, 3 июня в один и тот же день в Республике Молдове побывали Дмитрий Казак, спецпредставитель президента Российской Федерации, а также европейский комиссар Юхан Схана, директор Бюро Восточной Европы и гостепартамента США Брэд Фредден. То есть три такие фигуры не могли остаться незамеченными. И вот я надеюсь, что сейчас мне выведут, если есть уже связь с господином Слуцарем на экран, что я все-таки очень долго помню, как они три месяца категорически от фазы. Господин Слуцарь, добрый вечер. Добрый вечер. Не слышу опять. Добрый вечер, я вас слышу. Надо включить микрофон на компьютере. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Вот теперь слышу. Господин Слуцарь, я хочу все-таки уточнить, мы вспоминаем события годичной давности. У меня такой будет первый уточняющий вопрос. Потому что депутаты блока ОКОМ очень долго сопротивлялись в принципе этой коалиции. После того, как побывали в республике Молдова Йоханнес Хан и Брэд Фредден, вы стали более открыты к переговорам. Кто из них и какой главный аргумент произнес, какой это был аргумент, что депутаты блока ОКОМ согласились тогда и даже, насколько я помню, выступили с инициативой в отношении партии социалистов встретиться в парламенте и провести переговоры о создании коалиции? Никто не повлиял, больше или меньше. Было недоверие. Было недоверие. Я могу вам честно признаться, что платформа ДА дольше шла на это. Мы больше сопротивлялись этому. Не потому что мы очень думали, что плохотнюк – это не такое зло. С плохотнюком нам было все понятно. Мы твердо знали, что Игорь Дадон не хочет этой коалиции. Мы не доверяли Игор Дадону до последнего. И, как показало недалекое будущее, мы не так уж сильно ошибались. Мы, когда были, я лично присутствовал на встрече с господином Козаком, мы почувствовали, что и господин Козак не доверяет Игор Дадону. Игор Дадон играл до последнего в игру плохотнюка. Это были его схемы, ему абсолютно понятные. Плохотнюк его сделал президентом. Дадон ездил в Москву и убеждал всех своих кураторов, что Плохотнюк – это лучший сценарий. И вот то, что он сейчас представляет в своих фильмах, дурацкий фильм, который он сегодня вышел, и то, что он играл в шахматную партию какую-то, ничего подобного. Это простой-простой блеф. Он действительно до последнего, вопреки уже мнению некоторых членов партии «Социалистов», он до последнего хотел разыгрывать партию из Плохотняков. И мы это знали. Мы это знали. И поэтому до последнего вечера мы очень долго спорили, даже немного ругались с нашими партнерами «Спас». Мы с большим трудом пошли на то, что пошли. Просто не было уже другого выхода. Пришлось рискнуть. Хотя я считаю, что в той ситуации можно было еще больше настоять на каких-то условиях, чтобы Игору Дадону еще меньше досталось. Мы ему все-таки слишком много дали тогда. Вы практически предугадали мой следующий вопрос. Какие упущенные возможности вы видите сейчас, спустя вот это время, уже имея опыт работы в той коалиции? Ему, во-первых, ну я уже говорил не раз, во-первых, декларация о захваченном государстве осталась бумажкой. Его можно выбросить. Мы, если бы вернуть время назад, конечно, мы бы настаивали категорически, чтобы эту декларацию мы развивали не через стерильные конкурсы в захваченном государстве, а через политическое осуммарие, через взятие на себя ответственности нескольких специальных законов, ограниченных во времени, по которым мы бы за относительно короткий промежуток времени почистили бы систему, почистили бы юстицию максимально. Многие органы, такие, какие остались вообще нетронутые, совет по аудиовизуалу, совет по конкуренции, частично прокуратура, судебная система. И после этого, ну я не согласен, что можно было через 2-3 месяца идти на досрочные выборы, потому что у нас не было еще пропорциональной системы. Вы видели, что только через год мы можем идти по пропорциональной системе. Но через год, через год, вот если бы мы действовали специальными законами, можно было бы после очистки идти на досрочные выборы. К сожалению, мы не были достаточно убедительны и пошли дальше в это бюрократическое болото захваченного государства. И в результате в этих аппаратных играх понятно, что Игорь Дадон не был искренен с самого начала. Он тут же начал играть сначала с Плохотнюком, потом с его окружением. И это ему ближе, это ему суть. И поэтому вот здесь была наша основная ошибка. Нам надо было быть более настойчивым. И в первые дни Игорь Дадон, у него все дрожало. Нам не надо было ему давать СИЗ, не надо было давать ему государственную охрану. В первые дни, я думаю, что он был готов пойти на очень многое, и нам надо было воспользоваться максимально этим. Мы из платформы, да, надо признать эту ошибку. Мы настаивали на этом, но недостаточно. Не было достаточной поддержки со стороны других двух компонентов той коалиции. Как вы считаете, вам удалось хотя бы частично олигархизировать страну? Я это слово уже который год пытаюсь выучить. Я бы вообще, конечно, напрочь забыла навсегда из истории нашей страны. Мы не можем сравнить ситуацию, при всей мерзости этого режима, мы не можем сравнить ситуацию с той угнетающей атмосферой страха, которая была к лету 2019 года. Игорь Дадон, ну это не заслуга Игоря Дадона. Игорь Дадон просто бледная тень Плохотнюка. Он всю жизнь был в тени. Если рожденный пешкой, ферзем стать не может. Вы плохо знаете шахматные правила. Я вам хочу сказать, что пешка как раз в ферзене может. Поэтому Игорь Дадон в этом отношении всегда был в тени. В тени Воронина, потом в тени Плохотнюка. И он вышел из теми, когда зернули опять же за веревочку. Но, как оказалось, полностью стать как Плохотнюк он не может. Не хватает силенок, не та ситуация в стране. Понятно, что в некоторых аспектах удалось кое-что поменять. Удалось, по крайней мере, изменить избирательную систему. Другая центральная избирательная комиссия немного. Кондиционный суд. Кстати, классический вариант, когда мы пошли. Вы помните, сколько нас тогда критиковали? Как нас смешивали с грязью. Что мы отменили конкурс. Что мы делаем политические назначения. И вот это была та политическая ответственность, благодаря которому мы имеем относительно, я не хочу давать больших авансов пока, но относительно независимый кондиционный суд. Кое-что мы поменяли, но можно было сделать значительно больше, даже за те пять месяцев. И уж, конечно, не стоило так отдавать власть в ноябре 2019 года. Можно было и дальше кое-какие вещи сделать, даже зная то, что Игорь Дадон уже точил ножи на нас. Мы могли еще и дальше работать. В принципе, в 40-х можно было кое-какие вещи сделать и дальше. Если вы в первом же моем вопросе, отвечая, сказали, что надо было принимать более резкие решения, более жесткие законы. И когда правительство Санду взяло все-таки жесткую ответственность на себя, чтобы назначить генерального прокурора, поменять этот закон, вы говорите, что не надо было так делать. Мне кажется, тут противоречия нет? Нет тут никаких противоречий. Это был не тот случай, с моей точки зрения. Мы могли дальше... Я предлагал, я не хочу возвращаться к этому, я предлагал другое решение. Мы могли бы дальше немножко затянуть этот процесс с конкурсом. У нас была на горизонте очистка судебной системы. Мы должны были голосовать закон об оценке судей, потом закон об оценке прокуроров. В той конъюнктуре, я же варился в этом соку, в той конъюнктуре, даже после того, как была взята ответственность на себя, очень многие депутаты-социалисты не хотели голосовать за отставку. Они прекрасно понимали, что коалиция с демократами и коалиция вообще вот это приведет к тому, к чему сейчас приводят. Понятно, что никто тогда не знал про пандемию, но все равно многие социалисты в Куварах мне говорили, что это наша ошибка. Мы могли дальше еще двигаться по реформе юстиции, мы могли принять бюджет, мы могли сделать несколько очищений в экономике, поменять, и уже был зарегистрирован проект закона об очистке совета по конкуренции, совета по аудиовизуалу. Этот проект до сих пор есть на сайте парламента, между прочим. Он зарегистрирован в сентябре, а нужно было в июне. Уже тогда было поздно, но если бы еще несколько месяцев хотя бы мы поработали, мы могли бы в парламенте кое-какие вещи поменять бы. А так мы дали, скажем так, правительство дало этот повод, и Игорь Нодон пришел в парламент и стал пугать в том числе и послов. Вы видите, они вмешиваются в юстицию. Да, правительство не имеет права туда лезть, в прокуратуру. Да, социалистам говорил, что если мы сейчас уступим, так мы будем терпилами. И он таким образом переломил ситуацию. У нас было еще где-то, по моим подсчетам, у нас где-то было еще три месяца. Даже с нашими запозданиями еще было три месяца на очищение системы. Жаль, что так получилось. Госпожа Антуан имеет вопрос к вам. Господин Сосер, вот уже по прошествии того времени, все-таки понимая, какие были сделаны ошибки, в том числе не по вашей личной вине или по вине вашей партии. Вообще вот сейчас, исходя из этой ситуации, которая сформировалась в парламенте Республики Молдова, вы не чувствуете, что существуют сейчас такие реваншистские настроения Плохотнюка, реализованные через такие парламентские группы, как ПРО Молдова, партия ШОР, для того, чтобы изменить или вернуть ситуацию, вывернуть ситуацию в свою пользу. Что тут чувствовать? Это видно невооруженным взглядом. Каждый день мы наблюдаем в парламенте и все эти миграционные процессы. Еще раз возвращаюсь к тому, что сказал. Был клан Плохотнюка, который управлял и имел несколько подкланов. Один подклан был ШОР, другой был Додон. После того, что произошло год назад, Плохотнюк с ШОРом были вынуждены бежать. Плохотнюк по всем принципам типичного молдавского мафиози, который знает только одну книгу «Красный отец», и то я не уверен, что я прочел до конца, но его научили, что никогда нельзя прощать того, кто тебя предал. Можешь простить врага, но нельзя прощать предателя. Сейчас он мстит предателю и использует для этого группу Камб и группу ШОРа. Все это очевидно, и этот парламент вступил в фазу полураспада, и я думаю, что лучшие ситуации, конечно, если бы у нас были бы юридические возможности, и не было бы этой пандемической ситуации, глубочайшего кризиса, в котором находится сейчас Молдова, правильно было бы идти на досрочные выборы. Но в любом случае эти досрочные выборы должны состояться весной следующего года. А тогда таким образом, если вы все это прекрасно понимаете, понимаете, что и ШОР, и Канду это пешки в игре Плохотнюка, и вы говорите, что вы это чувствуете в парламенте, смысл создавать с ними или идти на какие-то договоренности о формировании какого-либо правительства? А нету, не будет никакой договоренности о коалиции или о чем-либо. Давайте говорить правду людям. У нас есть три варианта сейчас. У нас есть варианты. Те, кто настаивают на немедленных досрочных выборах парламентских, должны сказать, что минимум полгода страна останется без правительства. Вот в этих ситуациях. Давайте говорить людям правду. Не будет полгода правительства, а может быть и больше. Вообще не будет. Будет исполняющие обязанности правительства. Второй вариант оставить Кику, который убивает экономику, уже не может нормально управлять этим кризисом. И есть третий вариант попытаться создать другое антиолигархическое проевропейское правительство. Не очень большие шансы, поэтому мы сказали, мы готовы взять на себя ответственность до следующих выборов. За нас будут голосовать. Не мы с кем-то будем делать альянс, не мы с кем-то будем делать коалицию, не мы будем подписывать ни с кем ничего, никому никаких гарантий, не будет в правительстве ни представителей Шора, ни представителей Канду. Шансы для такого сценария не очень большие, но если вы мне покажете другие варианты, реальные только, которые сейчас можно реализовать в данной ситуации, без констатации, без того, чтобы говорить, кто такой Канду и Шор, я прекрасно знаю, кто такой Канду, еще по работе в комиссии покажем про Шора, он лишние пять лет на свободе ходит. Тут все понятно вообще. Но есть та ситуация, какая есть. Вот есть этот парламент, и есть три сценария. И мы должны выбрать эти три сценария и отвечать потом за каждый из этих сценарий. Если мы имеем какой-то четвертый более хороший сценарий, я готов его рассмотреть. Я просто совершенно непонятно ваш такой с позволения сказать политический романтизм, если вы думаете, что третий вариант, о котором вы говорите, что вы берете на себя ответственность, это, конечно, похвально и прекрасно, что в такое тяжелое время вы готовы взять на себя ответственность. Но без большинства в парламенте ваше правительство ничего не сможет сделать. И вот эта синтагма, что мы голосуем, мы не формируем никакие коалиции, никакие договоренности, пусть за нас голосуют, вам придется каждый раз приходить в парламент и по каждому законопроекту договариваться со всеми. И хотите вы или не хотите, это будет типа миноритарного правительства, хотите, не хотите, те же группы Канду и Шор будут частью этой вашей власти, потому что они будут голосовать за вас и за ваши законопроекты. Мы такое же проходили с коммунистами, с демократами, которые считали, что они обманули всех и создали миноритарное правительство. Я думаю, что вам нужно подумать, наверное, чуть-чуть о других вариантах. Я понимаю, что страну надо спасать, но господин Кику и господин Дадон тогда, когда разрушили коалицию Сакум, они нам обещали с размахом Остапа Бендера не у Васюки здесь, говорили про три аэропорта, говорили про деньги, которые будут литься рекой, про китайские миллиарды, которые будут покрывать молдавские дороги и так далее. Почему бы не оставить это правительство для того, чтобы оно показало всю свою суть и ложь и стяжательство о том, что они просто не справились с этой задачей. И это правительство, которое никаким образом не принесет никаких дивидендов Дадону на президентских выборах. А партия блока Куми, если есть еще такой блок или ПАС или платформа, должна сконцентрироваться, сформировать свою стратегию на президентские и потом уже парламентские выборы. Потому что вы прекрасно понимаете, что с таким парламентом вы ничего абсолютно не добьетесь, какие бы у вас не были прекрасные планы и желания. Предложение очень заманчивое с точки зрения политической, такое, отдает неплохим здоровым цинизмам и, наверное, нам бы было правильно его принять, постоять в стороне и посмотреть, пока тут все добьют. Но проблема в том, что я просто, по моим оценкам, страна не выдержит. Она сейчас уже практически не управляется. Люди, мы имеем десятки тысяч безработных, мы видим, что пандемия принимает уже очень опасные обороты, экономика разрушается. Мы какой ценой хотим? Вы понимаете, мне не нужна такая цена. Я понимаю, что это политически звучит, наверное, не очень правильно. Правильно стоять в стороне и ждать, пока все здесь рухнет. Но эти жуины потом тоже надо будет поднимать, ведь жуинами может завалить не только власть, но могут завалить и оппозицию. Я не хочу такой ценой, честно говорю. Даже если мне придется когда-то уйти из политики и моим коллегам, я не хочу такой ценой. Я не вижу, я вижу, что правительство типа сейчас вообще работает в каком-то автономном режиме, оно стало как электоральный штаб Додона, Додон уже махнул рукой на эту пандемию, на кризис, он просто тупо проводит избирательную кампанию, и я не знаю, что с этой страной будет в ноябре месяцу. Каждый день общаемся с людьми, каждый день общаемся с бизнесом. Что касается договоренности в парламенте, а в чем разница? Сейчас уже парламентского большинства практически нет. Их осталось 52 человека с олеником, еще 1-2 человека уйдет, и будет миноритарное правительство, которое тоже должно приходить каждый раз в парламент и договариваться по каждому закону. Так пускай это будет по крайней мере антиолигархическое и проевропейское правительство, которое может разблокировать деньги, европейскую помощь, помощь других внешних партнеров и удержит Молдову хотя бы на какой-то минимальном уровне жизни. По крайней мере это честнее по отношению гражданам. А стоять в стороне ну что? Это мы всегда можем. Все красиво звучит насчет интересов граждан, насчет того, что вы не можете оставить эту ситуацию такой на произвол судьбы, но проблема в том, что здесь нужно иметь очень четкий, конкретный антикризисный план, потому что в течение 2-3 месяцев вашего правительства вы прекрасно понимаете, вы просто после этого бардака, что сейчас происходит в стране, вы просто не сможете эту ситуацию изменить так, как будут ожидать граждане. И здесь будет мощнейший удар по вашему авторитету и по вашему имиджу. Что вы сможете изменить? Это наши риски, этот план уже почти закончен, программа правительства почти закончена, состав правительства мы за некоторыми исключениями практически определились, есть по 2 человека даже на некоторой позиции. Мы понимаем, это риски, это большие риски, это камикадзе и чем это закончится непонятно, но в этом-то и проблема, что в этой ситуации нужны решения. Я с вашей констатацией абсолютно согласен, но решения есть только 3. И то, что мы предлагаем с нашей точки зрения для страны это лучшее решение. Но если, опять же, мы не хотим на любых условиях это решение. Мы сказали, что мы не будем зависеть от голосов Шора, мы не будем иметь никаких представителей Шора и Канду в правительстве, мы не даем никаких гарантий, если прокурор придет за кем-либо из тех, кто поднимет за нас руку, и мы будем голосовать, тем более я знаю, кто такой Канду. Для нас есть красная линия. Любой ценой нам не нужно к власти, потому что понятно, что такое эти игры. Если ты немножко где-то ошибся, такие ребята, как Канду и Шор тебя не прощают. Мы уже имеем опыт с социалистами. Но для страны в этих условиях я другого выхода не вижу. Или же нужно оставлять это правительство, или нужно его убирать и вообще не будет никакого правительства. Вот ситуация. К сожалению, она такая. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте, но мне кажется, что именно во время периода до правительства блока АКУМ господин президент Игорь Дадон, если можно так сказать, расцвел в своем президентском дворце, получив дополнительно часть полномочий, которых у него не было, получив дополнительно финансирование на аппарат президентуры, которое было увеличено тогда, и некоторые другие. считаете ли вы сейчас себя в праве критиковать президента за то, что он использует сейчас те полномочия и те плюсы, которые он получил, будучи в коалиции с вами? господа Бураковская, он использует не эти плюсы, он же сейчас использует не государственную охрану, он даже использует не СИС, не это основные элементы, он прекрасно знает, что основные элементы власти, это прокуратура, это судебная система, это центр по борьбе с коррупцией, и вот здесь действительно единственный случай, где, хотя не в той степени, как с другими органами, но центр по борьбе с коррупцией действительно может играть, и здесь единственное, о чем я жалею, как за что-то я голосовал, так это за флочу после того придуманного конкурса, когда было абсолютно ясно, что этот конкурс высосан из пальца, но не эти инструменты, не эти основные инструменты, то, что ему можно было их не давать тогда, и мы в последний вечер мы ругались с нашими коллегами из ПАС именно об этом, нам казалось, что представители ПАС слишком далеко заходят в этих уступках, мы говорили, что это неправильно, там даже был и кадровый состав, вы же, наверное, знаете, что в принципе до последнего момента даже было согласие, что представителями от ДОДОНа будет и министр иностранных дел, и министр внутренних дел даже был, что господин Чукой сразу должен был быть министром иностранных дел, и только на последнем этапе вмешательства Андрея Анастасия остановило эту ситуацию. Мы боролись за каждый сантиметр. Просто ситуация была уже доведена, когда был этот уже, как бы мы были на грани срока, ДОДОН специально это дотянул, и это еще один лишний аргумент, о том, что он не хотел этой коалиции, если бы он хотел этой коалиции, мы бы ее сделали на месяц раньше. Дотянули до последнего дня, когда уже была дубинка кондиционного суда, протесты, бомбы, аресты депутатов, и вот в этой ситуации мы пошли на это, хотя если бы были бы немножко настойчивые, мы бы даже этих полномочий не дали Игоря ДОДОНа, хотя еще раз повторяю, не этими полномочиями Игорь ДОДОН узурпировал власть. Скажите, при чем тут СИС или служба охраны, когда он вызывает премьер-министра и председателя парламента к себе в кабинет каждый понедельник? Что это имеет? Это простая узурпация власти. Вот то, что мы его не ослабили, то, что мы не почистили систему в первые полгода, вот этим мы его усилили. Он в первые три дня, у него это вот, он был согласен на все. Я никогда не забуду тот вечер, когда, на другой день, в субботу, когда он пришел в парламент. Потому что он реально понимал, что он чинул своего хозяина. И он знал, какая будет месть. Вот тогда мы должны были выжимать, тот месяц мы должны были выжимать максимум из него. Потом, когда он понял, что мы погрязли в бюрократической игр неосвобожденного, захваченного государства, это была уже его почва, это была уже его среда. Ага, вот тут уже он стал подбивать линию к юстиции Плохотнюка, к людям из антуража Плохотнюка, переговоры первые он стал вести уже в августе, и к ноябру месяцу у него уже план был готов. Причем социалисты еще не были готовы. А Игорь Дадон был уже готов играть по схему Плохотнюка. Я хочу вам сказать, что то, что Игорь Дадон взял правительство и парламент, уже когда образовалась новая коалиция, но факт, что вы ему отдали, то, что отобрал Плохотнюк, и даже закон это закрепил, что президент вообще был бесполномочный, а вы потом ему это вернули, и то, что вы ему дали ИСИС, и Центр по борьбе с коррупцией, это как раз тот инструментарий, который Игорь Дадон впоследствии мог контролировать и тех же судей, и тех же чиновников, и тех же прокуроров, и кого угодно. То есть вы этот инструментарий ему все-таки дали. А говорите, что он в первые три дня был на все согласен. Нужно было этого вообще ему ничего не отдавать. Согласен. Я не согласен с тем, что он за счет... Я знаю, какой у нас ИСИС. Простите меня, но я знаю, какая сила нашего ИСИСа. Этот ИСИС, если его завтра закроют, Молдова много не потеряет, с моей точки зрения. Слабость. После того, как у него отобрали некоторые функции, этот ИСИС не представляет. И Центр по борьбе с коррупцией по сравнению с антикоррупционной прокуратурой это цветочки. Я не согласен, что эти органы имеют важную роль, но я согласен, что Игору Додону тогда он не заслуживал того, чтобы ему это давать. И еще раз говорю, это был предмет нашего жесточайшего спора вечером в пятницу до 23.00. И я думаю, что если вы спросите коллег из ПАСА, они могут подтвердить, что мы ругались. Во-первых, мы сильно поругались социалистами, которые пришли с этими требованиями. Потом мы поругались между собой, но на другой день, еще раз говорю, нам помешал цейкнот. Мы были во временном цейкноте, парламент парализован, окружено. И вот в этих условиях мы где могли, по кадрам, мы не дали Чукою стать министром иностранных дел, а Войку тогда министром внутренних дел. Это мы пресекли. На все остальное у нас сил не хватило. И я признаю, это ошибка. Хотя мы были самые настойчивые, но я признаю, что это ошибка. Свои ошибки надо признавать. Спасибо большое, господин Слуцарь. Мы уже уходим на рекламу. Спасибо, что нашли для нас время и хорошего вам вечера. До свидания. До свидания. А мы уходим на рекламу. Должны были уйти немного раньше, но задержались. Извините, реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию, напоминаю, в эфире главная. В студии у меня сейчас Стелла Жантуан и Корнелли Чуря. Вот мы, господин Чуря, так молча наблюдал наши дискуссии с господином Слуцарем, поэтому, наверное, с вас и начну. Насколько для вас состоятельны аргументы сейчас уже партии Действия Солитарности, особенно в частности того, что касается возвращения определенных полномочий президенту Республики Молдова, потому что мы все прекрасно помним, насколько, по сути дела, послушным он был три года своего президентского срока. Его отодвигали, подписывал Канду вместо него документы, разрешали возвращаться в президентуру. А после того, как господин Пахотнюк покинул страну, мы услышали очень много гордых заявлений и оказывается, что все было не так, как мы видели до сих пор. На самом деле, все-таки господин Дадон ввел, некоторые скажут втихаря, но ввел определенную борьбу с господином Пахотнюком ввиду лишения его полномочий. и самое главное, конечно, это момент, связанный с возможностью сложения его полномочий на 15 минут с тем, чтобы или премьер, или спикер подписал законы. Вот ввиду этого он остался, в принципе, беззащитным перед демократической партией в то время. После этого, естественно, он захотел вернуть себе свои полномочия. И, конечно же, я молчал, потому что не было смысла прерывать господина Слуцаря. А сейчас они могут, конечно, признать свои ошибки, я думаю, это правильно, но политически они не могли пойти на соглашение с социалистами, не отдав им что-то. И это естественный политический процесс. То есть то, что они отказывались, это, скорее всего, это было, ну, скажем так, ради театральности, если хотите. А на самом деле политический процесс предполагает переговоры, где что-то нужно взять, и они взяли функцию премьера и кабинет министров, Настаса получил пост министра внутренних дел, и не только он из Павлой Платформы, а взамен отдали, вернули Додону полномочия, поэтому это с моей точки зрения не является ошибкой. Это они взяли на себя ответственность создать альянс с господином Додоном, и они были вынуждены, я бы даже отметил, обязаны сделать то, что они сделали, вернуть его полномочия, которые он имел ранее. Поэтому посыпать свою голову пеплом, как сейчас делал господин Сусарь, мне кажется, немножко неуместным, лучше признать, что это было совершенно логично. На самом деле, если я смотрю декларацию о признании государства Республики Молдова захваченным государством, то я тут, знаете, если подходить просто технически, то отставка генерального прокурора была, была выполнена, отставка руководства службы информации безопасности была, была выполнена, отставка руководства Национального центра по борьбе с коррупцией, выполнена, отставка национального органа по неподкупности, отставка руководства высшей судебной палаты, создание парламентских комиссий по расследованию, были комиссии, были комиссии, по сути дела, большая часть из того, что тут написано, вроде бы выполнена, но как-то так получилось, что вопросов стало еще больше на самом деле. В частности, вместо того, была написана отставка членов Центральной избирательной комиссии в декларации, указано так, но вместо этого они провели конкурсы, даже без конкурса, политическими решениями, насколько я помню, кооптировали двух других. Мы ее убрали, председателя ЦИКа. Она подала в отставку сама, Алина Руссу. Не от хорошей жизни. Не только она, а еще один человек. И они кооптировали двух других, насколько я помню. Одного от блока ОКОН и одного от партии социалистов. Вот это было что, задело на будущее? Потому что, учитывая, что у нас сейчас в этом году президентские выборы у социалистов два своих человека в этой Центральной избирательной комиссии и у демократов, насколько я помню, сохранился еще один человек минимум там, то почему не была доведена, скажем, вот эта вот ситуация, на ваш взгляд, Центральной избирательной комиссии до конца? Почему не потребовали отставки всех? Почему не изменили, как обещали, в своих предвыборных обещаниях, саму процедуру назначения членов Центральной избирательной комиссии? Пытались сохранить свое политическое влияние на, зная, что на следующий год президентские выборы? Или я просто понять хочу какую логику? Ну, их логику понять могут, наверное, только они. Ожидания людей были совсем другие, и ожидания были другие, исходя именно из той логики, которую сами эти партии внушали и говорили на этих многочисленных протестах. Мы придем для того, чтобы вернуть страну людям, вернуть страну народу. Я думаю, почему говорю, что ситуация была в самом деле уникальна, потому что в парламент попали две партии, которые были вообще политическими новичками. Они практически там считанные люди, которые когда-либо были депутатами парламента или работали в каких-то государственных структурах. но и это еще не дает им знания всех таких подводных течений молдавской политики, договоренностей и всяких комбинаций. Поэтому эти политические партии пришли с я имею ввиду партии Блока Ком пришли с этими лозунгами, что мы пришли делать другую политику, мы будем совсем другими политиками. Если помните, они вообще вначале говорили о том, что мы будем самые честными и честными. Нет, они говорили о том, что если перевести на русский язык, они говорили, что мы будем самые боевые оппозиции. Что мы будем самой боевой, самой такой оппозиции. Они уже были не оппозиции, они во власть пришли. Нет, они хотели оппозиции, они же изначально хотели быть оппозицией, сказали, что мы будем сами оппозиции. Они сами не верили в то, что может быть какая-то некая политическая формула, при которой они могут прийти к власти, когда они видели 26 мандатов. И так как у нас уже сила инерции, что Плохотнюк царь и боги, что все контролирует Плохотнюк, и все будет так, как говорит Плохотнюк, никто даже не посмел подумать о том, или поменять эту парадигму, или перейти в другую систему координат и подумать, что нет, так можно, понимаете, так можно, что что-то можно изменить. И тогда они были не готовы, у них не было своей стратегии, у них не было стратегии на победу, у них не было стратегии на руководство этим государством. И тогда, когда вы помните, что это были, эти усилия, с одной стороны, на них нажимало гражданское общество, с другой стороны, послы, которые пытались слепить что-то, и, как сказал господин Слуцарь, насколько они сопротивлялись все этому, что одни, что вторые, потому что, во-первых, было недоверие, во-вторых, было незнание еще у этих партий. Поэтому именно нехватка опыта, и плюс отсутствие всякой стратегии на власть. Вот они решили, что если мы берем правительство, а вам отдаем президентуру и парламент, значит, вы не вмешиваетесь в нашу вочину, а мы не будем вмешиваться в вашу вочину. И поэтому чувствую себя очень комфортабельно, когда в правительство никто не вмешивался, они себе делали то, что они считали нужным. А в это время более экспериментированные додон социалистами прекрасно знали, что им делать со своими должностями и как ведутся политические игры в коридорах власти. Поэтому у партии Блока и Акум еще не было вот этого понимания, зачем вы сделали вообще эту декларацию о захваченном государстве. Это политико-юридический документ, который позволял им сделать все абсолютно. Но я имею ввиду, что в рамках дозволенного. Все абсолютно. Они могли поменять все. Потому что они руководствовались статьей второй конституции, что суверенитет принадлежит народу. А так как депутаты делегируются частью этого суверенитета, они действовали от имени народа. И пришли они менять полностью эту систему. Они испугали в рамках политического демократического процесса все-таки. Они не пришли за счет революции. Поэтому слом конституционных устоев они себе не могли позволить. Да, они приняли декларацию, но это был простой альянс, который был создан в парламенте. Мы не говорим о сломе конституционных условий. Мы говорим о том, что... Но они не могли просто так и знать членов ЦИКа, например, потому что члены ЦИКа защищены законом. Они говорили о том, что мы не можем нарушать этот закон. Но здесь есть в этом противоречие. То есть вы признали захваченный характер государства. Это декларация. Ничего не стоящая декларация парламента. она не может быть ничего не стоящая. Как это? Это декларация ничего не стоящая. Это декларация, которая носит политико-юридический характер. Вы понимаете, весь... Она не может ничего не стоить. Господин Чур, дайте я... А что она стоила? В итоге, в итоге, в итоге она ничего не стоила. Вот видите. Но на самом деле эта декларация стоила. И когда ты говоришь о том, что захваченное государство, но действуешь по законам, по которым это государство было захвачено, вот это парадокс, и это нонсенс. И нужно было менять эти законы, или отменять законы, которые позволили захватить это государство. И они имели право это сделать, и даже конституционным путем. Ну, видите, Майя Санду это и стремилась сделать, но потом и конституционный суд сказал, что это не конституционно, это неправильно. Все равно государство осталось таким же, как оно было при Плохотнюке, я имею в виду формально, как институты. И те же законы действуют, но их немножко поменяли, подретушировали, но сломать их было невозможно. Эта декларация парламента, это было заявлением, но она не могла иметь юридические серьезные последствия, потому что не было институтов революционных, которые смогли бы это сделать. Во-первых, революционный институт был, это был парламент, это было большинство парламентов. А парламент не был революционным, это был альянс как следствие выборов. Как следствие выборов, да, но здесь я хочу отметить, хоть они пришли демократическим путем партии Блока ОКОМ, но партии Блока ОКОМ пришли не совсем, скажем, таким, это не традиционные партии, это не парламентские партии, это партии, которые пришли на гребни протестов, это партии, которые в результате этих протестов, и эманация этих протестов. Поэтому у них была совершенно другая задача, и у них были совершенно другие обязательства перед обществом, которые они должны были их довести. И эту возможность дала им эта декларация о захваченном характере государства. Господин Чеботарь, мы с вами сейчас узнаем, увидим, я скажу, что мы записали сегодня в обед небольшое интервью с господином Чеботарем, депутатом парламентской группы ПРОМ Молдова, потому что не получалось у него вечером выйти с нами в прямой эфир, мне нужен был комментарий, потому что именно он был от ДПМ, тогда назначен переговорщиком, и предлагал тогда партиям блока ОКОМ встретиться и обсудить возможность сначала создания коалиции, а потом и передачи власти, насколько я помню, как происходили события. Поэтому сейчас включат запись моего разговора с господином Чеботарем, и мы вернемся в студию и обсудим уже то, что он сказал. Добрый вечер, господин Чеботарь. Добрый вечер. Сейчас я попрошу, чтобы мне картинку вывели вас. Все, я вас вижу замечательно, спасибо. Я, когда приглашала вас сегодня принять участие в программе, уточняла, что мы будем говорить о событиях, которые были год назад, как они повлияли, какие выводы были сделаны. 8 июня 2019 года была принята декларация о захваченном государстве, принесла присягу правительство Майя Санду в тот же самый день в парламенте. Вы в это время, насколько я помню, не признавали это правительство и требовали выполнения решения Конституционного суда о досрочных выборах. Да, так оно есть. 9 вы были у меня в программе. Помните, да? Это было воскресенье, 9 июня. Я не помню, что мы с вами обсуждали, но, наверное, да, я был тогда в программе. И я вас спросила, эти люди, которые окружили государственные здания и не пускают членов правительства Майя Санду в их кабинеты, потому что они были заняты правительством Павла Филиппа. Это люди от Демократической партии, это вы организовали их или нет? Вы сказали, что люди самоорганизовались. В этом прошел год. Это Демократическая партия организовала этих людей? Нет, я, по крайней мере, не знаю, чтобы у нас тогда были какие-то обсуждения об организации каких-то таких действий. Это раз. Два. Я и сегодня, как и тогда, повторюсь о том, что, насколько мне известно, не было никаких попыток кого-то из тогдашнего, на тот момент еще не признанного нами правительства Майя Санду, зайти в какое-нибудь учреждение, и чтобы им оказали, запрещали этого делать или не давали возможность войти в какие-то административные здания. И я все и до сих пор придерживаюсь этого мнения. Насколько я знаю, так оно и было. Но там были люди, члены Демократической партии, насколько я помню, потому что мы подъезжали и представители разных, молодежного крыла, да, узнавали молодых демократов там. Да, но это не означает, что были организованы специально нами или там что-то. То я вам говорю, насколько мне известно, и насколько о разговорах, которых я слышал, я не участвовал ни в каких разговорах касательно организации этих мероприятий. А вы помните тот момент, когда на тот момент назначенный министром внутренних дел Андрей Анастасий попытался войти в здание министерства, и ему оказали сопротивление полицейские, и, по-моему, даже с господином Пынзарем он тогда там же на месте и поругался. Ну, это неправда, то, что вы говорите, потому что тогда господин Анастасий не пытался зайти в здание министерства. Он пытался зайти в здание одного учреждения, которое подчиняется министерству, учреждение, в котором находится секретная конфиденциальная информация по защите свидетелей. Это топ-топ-топ секрет. То есть там вообще никому не разрешается доступ. И господин Пынзарь на тот момент правильно выполнял свои обязанности, не давая допуск чужим лицам в том здании. Вот так, как оно и было. То есть он тогда уже был министром внутренних дел, но он был чужим человеком? Вы знаете, был, не был министром внутренних дел, это спорный момент. Потому что на тот момент действовали решения Конституционного суда, которые говорили об обратном. Поэтому это спорный момент и остается спорным моментом. Но даже если бы он был на тот момент министром внутренних дел, доступ к секретной информации осуществляется согласно специальной процедуре. Господин Анастасий на тот момент не был оформлен с доступом на секретную информацию. Значит, доступ на секретную информацию, он даже не имел права видеть лицо сотрудников, которые работают в том подразделении Министерства внутренних дел. Поэтому, раз уж не имея доступ к секретной информации, он не имел права заходить туда. Это гораздо серьезнее то, что там произошло, чем, к сожалению, было предподнесено в средствах массовой информации, как скандал, что Пынзарь взялся за воротник костюма Анастасии. Вы, насколько я помню, были переговорщиком назначена от ДПМ для того, чтобы найти какой-то способ, хотели обойти все эти камни преткновения. Встречались ли вы с кем-то тогда все-таки от правительства Майя Санду? Вели ли какие-то переговоры? Были неформальные сообщения, которые мы передали друг другу. Не буду сейчас называть имен. Вы телефону как неформально общались? Передавали через кого-то? Нет, нет, нет. Мы встретились один или два раза и обменились мнениями, но как-то дальше мы не пошли. Я на тот момент понимал, что они должны нам что-то сказать, а потом оказалось, что они тоже думали, что мы что-то должны сделать. Но это была не единственная попытка вести какие-то переговоры. Мы также на тот момент имели определенные договоренности с определенными международными дипломатами, которые должны были участвовать в процессе мирной передачи власти. Они сдержали свои обещания? Нет, возникли определенные моменты, не без влияния с Кишинева, которые на последнюю минуту это не произошло. И это не произошло уже после того, как господин Плохотнюк покинул страну? Нет, это до этого. До этого произошло? Да. То есть это в том числе одна из причин, по которой он покинул страну? Ну, я не знаю, если это является одной из причин. А вы как узнали, что он улетел? От определенных коллег своих. В тот же самый день, да? В тот же самый вечер. То есть он ни с кем из вас не разговаривал, просто собрался и улетел? Ну, со мной я не могу сказать, что ни с кем не разговаривал. Со мной не разговаривал на эту тему. Вот прошел год, спустя этот год, вы как оцениваете те события, которые происходили тогда? Я должна признаться, что я в этот момент давал определенный комментарий для одной московской радиостанции, говорил о том, что у нас период двоевластия, и мы единственное, о чем надеемся, что все это закончится без кровопролития, скажем так, без того, чтобы ДПМ выводило тогда, насколько я помню, людей на протест, на митинг, и представители блока КУМ и партии социалистов тоже заявили о том, что они выведут людей на улицу. И единственное, о чем мы тогда думали, чтобы не было столкновения, об этом я вас тогда спрашивала и в студии, что вы будете делать, если выйдут люди на улицу и с той стороны. Это бы удалось избежать, но удалось ли бы этого избежать, на ваш взгляд, если бы не вмешательство такой очень четкой, такие четкие позиции не заняли бы тогда Российская Федерация, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки? Потому что я помню ваш ответ. Вы не хотели уходить, вы не хотели передавать власть. Я вам сказал еще, наверное, тогда или после этого, что, наверное, один из самых важных аргументов для передачи власти был тот факт, что некоторые силы были готовы на то, чтобы в этих мероприятиях, в этих протестных акциях проливалась кровь. Но это цена, к которой никто не был готов и согласен на это пойти. А какие это силы? Были быть определенные провокации, должны были быть определенные жертвы жизни человек, были на кону. Поэтому это никак не вкладывается в логику рационального человека. Это раз. Еще в понедельник или вторник до того, как была передана власть, было принято решение передать власть мирным путем. И еще тогда уже велись переговоры, то есть пытались вестись переговоры и пытались привлечь медиаторов, международных дипломатов в этом процессе. Поэтому ничего такого необычного не произошло. Но дипломаты были в парламенте, когда собрались социалисты и блок ОКУМ, провели заседание, приняли декларацию, назначили руководство парламента, назначили новое правительство, которое прямо там принесло присягу. И дипломаты все это время находились практически в обесточенном парламенте, где они отключили свет, где им не давали свет, как гаранты того, что все происходящее признается мировым сообществом. Вы пойдете на работу в вашей телестудии, вы не предупредите ни тех, которые администрируют здание, ни тех, которые администрируют вашу студию. Вы просто сядете в свое кресло и захотите провести прямую трансляцию. Вам это удастся? Они предупредили, они были до этого, седьмого вечера, и сказали, что на следующий день будет заседание. Давайте, пожалуйста, это немножечко не так, потому что никого не предупредили, во-первых, и никого не пригласили на эти заседания. А вы бы пришли? А что касается... Да, я бы, наверное, мы бы пришли, определенные коллеги, почему бы нет? Это раз. Два. Меня никогда не спрашивали, наверное, какую юридическую оценку даю я той декларации о захватенном государстве, но до момента, пока решения конституционного суда не были пересмотрены, все эти декларации, в том числе касательно захвата власти, я считаю вообще незаконными и неконституционными. Тогда, на тот момент, действовали другие решения конституционного суда. И до момента... Мы согласились, и я согласился, признавать и правительство, и документы новой мажоритарной коалиции с момента, когда конституционный суд пересмотрел свои решения. И только с того момента принятые ими документы, с моей точки зрения, имеют конституционную законную силу. Соответственно, вы не признаете декларацию о признании захваченным государством Республики Молдово? Если подходить к этому делу очень детально, то, как минимум, имеет право на такое мнение, не признание той декларации. С юридической точки зрения. Потому что она была принята правительством или мажоритарем, которые и в процессе, и в заседании, которые не имели тогда никакой под собой, никакого подкрепления, никакого конституционного решения. Хотя это решение определенного парламентского большинства, просто вопрос есть в определенных, как мы говорим, витчих процедуре. В таком случае, в этой же логике получается, что и правительство было незаконно назначено. И значит, после того, как конституционный суд отменил, пересмотрел свои решения, должна была пройти заново законная процедура назначения правительства? Ну, тут есть чуть-чуть определенные проблемы конституционного характера. И тут должны были высказаться либо конституционный суд и дать оценку законности того назначения и тех решений. Либо же провести заново всю эту процедуру. К сожалению, ни одно, ни другое не было сделано. Поэтому это до последнего момента остались как достаточно проблематические моменты. Господин Чемпатар, я помню, что в парламенте была создана комиссия специальное рассмотрение попытки государственного переворота. Точнее, на румынском это звучало «путчин», насколько я правильно помню. И даже обращались в прокуратуру тоже с таким же обращением провести расследование, имела ли место попытка провести государственного переворота. Вас приглашали для дачи показаний в прокуратуру или в... Нет, не приглашали, но я, по-моему, и раньше высказался. Подходите более профессионально к... Я не юрист, мне сложно. Это и поддержание власти. Это не попадает под то, что тогда происходило, произошло. Это не попадает под никаких из элементов, составляющих пуча. В той структуре, которая предусмотрена нашим законодательством. Я еще раз вернусь к декларации о захваченном государстве. Почему? Потому что после отправки в отставку правительства Майя Санду демократы и социалисты создали другое парламентское большинство. А я напомню, что демократическая партия в этой декларации считается узурпатором, которая под руководством своего председателя Влада Плохотнюка нарушила многие законы. И цитировать всю декларацию сейчас не буду, чтобы сэкономить время. Вот на ваш взгляд, таким голосованием социалисты сами расписались в том, что они отказываются от своих голосов за эту декларацию? Я не уверен, что понял ваш вопрос. Партии социалистов и Блока Кум голосовали за эту декларацию о захваченном государстве. Да. После того, как они отправили правительство Майя Санду в отставку, вместе с демократами они голосовали за новое правительство. Но в этой декларации четко указано, что государственные институты были захвачены демократической партией под руководством Влада Плохотнюка. Так вот, в тот момент, когда вместе с демократами социалисты уже создавали единое правительство, признавали ли они, что демократы уже не являются узурпаторами, либо они создали новое правительство с узурпаторами? Я вот просто, вот тут у меня такой момент. Нет, вы видите, что это конфликт тезисов и действий у социалистов. Вот это я и пытаюсь понять. Это дисфорансия когнитива. Это, получается, они отзывают свои голоса под декларацией таким образом? Нет, это означает, что они не являются стабильными, у них нет каких-то стабильных ценностей или принципов, которых они придерживаются. Они очень быстро адаптируются к любой ситуации, исходя из выгоды, которая не преследует. Все выгоду вы видели, нам показывали на видео, все очень понятно. Тогда, если говорить о принципах и последовательности действий, вы критиковали правительство Майя и Сандук, очень сильно критиковали блок АКУМ, но после выхода из ДПМ и создания парламентской группы ПРО Молдова, вы обратились к партиям бывшего блока АКУМ для создания широкой коалиции, насколько я помню, переговоров об отзыве, об отуме недоверия правительства КИКУ и о том, чтобы назначить новое правительство. Где тогда ваша последовательность? Абсолютная ясная последовательность. Мы проголосовали за правительство КИКУ, потому что верили в то, что они могут делать и справиться с экономической ситуацией. Мы верили в это. И я даже после того, как вышли в отдельную группу ПРО Молдова, я несколько раз даже с трибуны парламента пытался хвалить правительство КИКУ, некоторых министров правительства КИКУ. Но если сравнивать ситуацию, которая есть с пандемией, как справляются у нас в республике по сравнению с другими странами, даже которые наши соседи, если анализировать те меры, которые были приняты этим правительством, этим правлением для того, чтобы поддержать средний класс и нижний класс, то ясное дело, что, к сожалению, не то, что не справляются, а абсолютная катастрофа. Об этом нам говорят цифры, об этом нам говорит социальная ситуация в стране. Поэтому поддержать такое правительство больше или дальше не имеет никакого смысла, является даже нерациональным. Потому что она показала себя, как борется не за благосостояние людей или как решить проблему людей, а, к сожалению, борется за электоральный интерес определенных политических игроков. Ну, я под это не подписался. Я не думаю, что наши граждане хотят этого. Но вы критиковали и лично Майю Санду, и партию действий «Солидарность», и Андрея Настасья, и других. А сейчас вы им предлагали, в принципе, создать практически коалицию для избрания другого правительства? Или даже господин Канду говорил о том, что готовы поддержать кандидата Андрея Настасья на должность премьер-министра? Это последовательная позиция? Но с условием, я добавлю, но с условием формирования профессионального правительства. Нам нужны профессионалы везде. То есть лично кандидатура Андрея Настасья в этот момент вас уже не беспокоит, если у него будут профессиональные министры? Она является политической. Министры, государственные секретари, директора агентств должны быть профессионалами. Вот это является одной из наших условий. Очень компетентными, с опытом, чтобы они пришли и проводили опыты на нас и на экономику, или на отраслях, как на кроликах. И мы не хотим, чтобы это было неудачной попыткой назначить определенного правительства. Поэтому в этом случае означает, что премьер-министр может быть и другое лицо при условии того, что все остальные министры и директора госсекретари будут профессионалами. Да, я и сейчас придерживаюсь мнения, что правительство не справилось с задачей тогда. И она была... И я думаю, они тоже согласны с этим. что единственный их плюс или успех был в том, что у них были хорошие отношения с партнерами по развитию. Это так. А больше из-за этим ничего не было. К сожалению. Вы в бытности министра юстиции... Ну, они признают, что были неопытными и политиками, и правленцами. И мне кажется, что раз уж этот урок усвоили, в этот раз мы не допустим. Наша задача не допустить, чтобы мы создавали какое-то правительство и назначили правительство, которое является непрофессиональным. Вы видите, и люди, которые кажутся профессиональны в определенных отраслях, оказываются недостаточно хорошими тогда, когда им дают частичную свободу для правления целым правительством или страной. Скажите, а вот профессиональная оценка того заявления, которое сделал генеральный прокурор относительно дела Вячеслава Платона? Когда он сказал, что дело полностью сфабриковано. Несмотря на то, что есть судебные решения практически во всех инстанциях, выходит генеральный прокурор, говорит, дело сфабриковано, будем полностью его пересматривать, требовать отмены. А вот тут профессиональная оценка какая? Нет, я никогда не комментировал ни декларации генерального прокурора, ни судей. Я и не буду это делать и в дальнейшем. Не важно, что они сказали, согласны с этим и согласен. Но есть, мне кажется, определенные проблемы в этой декларации, учитывая то, что происходит, и другие компоненты, которые есть. Я бы не хотел вдаваться в дискуссии касательно этого предмета разговора. Касательно видео, которые... Я хотела использовать слово «допрос», но оно на «допрос» просто не похоже. Это местами похоже на школу юного банкира, такого молодого банкира. Юный, конечно, нет, но вот молодой еще подойдет. Вот, а, сам факт того, что происходят сливы записей таких, и, б, как это происходит такое, знаете, легкая форма обучения тому, как... Справа, я не комментирую все, что происходит в прокуратуре. То есть вас, вы это категорически отказываетесь комментировать? Я могу в кулуарах что-то высказывать так публично для формирования публичного мнения. Я никогда не... Не хотите. ...комментировал такие вещи. Хорошо, тогда заключительный вопрос будет. Спустя год всех этих событий, глядя на то, что происходит сейчас, когда некоторые говорят о том, что уже Игорь Дадон имеет контроль над органами власти, другие говорят, что на самом деле президент просто исполняет свои обязанности, а мы уже, обжегшись на молоке, дуем на воду. Вот спустя год, глядя на все происходящее, чему научил этот год Республику Молдову и какие выводы сделали вы, насколько изменилось наше общество за этот год и возможно ли снова повторение такой ситуации? Ну, госпожа Лиля, давайте мы с вами выйдем на улицу. Пройдемся... Это самое простое, что мы можем с вами сделать. Пройдемся по улице, остановим людей и спросим их, что им дал этот год. Они чувствуют себя лучше, чувствуют себя более безопасно, чувствуют, что государство беспокоится о них и старается, чтобы они жили лучше каждый день. слушает ли их государство, выходят ли к бизнесу, тогда, когда они протестуют, спросить, в чем проблема, как мы можем вам помочь. Давайте мы поанализируем, сколько бизнесов останутся, сколько не будут обанкротиться за этот период. Сколько людей останутся у нас с надеждой, что они могут жить лучше. И вот это будет той оценкой, которая будет дана гражданам и того, что произошло за этот год. А вами? А мною? Да, все гораздо проще, мне кажется. У нас что? Что проще? Вот скажите. А все проще. Сделали подарок и назначили князем на Молдавию одного политического деятеля, который сейчас, мне кажется, теряет эту власть, потому что не смог с нею поладить правильно и в интересах и в пользу народа, а в интересах узкого круга людей, самого себя. Поэтому вещи очевидны. Кого-то из кого-то делали, я не буду говорить правильно, неправильно, каким-то злым дядькам и на его место поставили другого. Причем дали все инструменты, не думая о завтрашнем дне, каким образом надо сбалансировать власть. Вот что происходит. Игорь Дедон и партия социалистов. Когда ДПМ была у власти, были вашими соратниками, союзниками? Или они были настоящими оппозиционерами? Социалисты? Да. А вы что, не видели видео, где говорится, социалисты откуда брали зарплаты? То есть эти видео настоящие, это не игра и это не шахматная партия. Вы если просите, а спросили, что я думаю, то, как говорится, перчепти. Да. И является то, что видел в том видео. То, что все эти видео, вы считаете, правильно я поняла, что это все настоящее, и он просто не знал, что его записывают. Я правильно понимаю? Потому что мы не видели других доказательств обратно. Понятно. Спасибо большое, господин Чеботарь. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо. Мы вернулись в студию. Это было небольшое наше интервью с Владимиром Чеботарем. Позиция группы про Молдову, хотя я его тогда, конечно, больше спрашивала про тот период, когда он был переговорщиком, главным от Демократической партии год назад. Мы сейчас будем уходить на рекламу, но перед этим я хочу напомнить, что мы сегодня уже неоднократно задевали тему декларации о захваченном государстве. Четыре месяца назад чеф Инглигер обещал для него рамочку подарить, чтобы мне было удобнее политикам показывать, когда они будут приходить в студию. Господин Инглигер, жду рамочку. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами. Она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию. Напоминаю, что сейчас наши режиссеры связываются с Анной Урсакей, которая находится в Брюсселе, наблюдала из Брюсселя за всеми этими событиями. Она уже несколько лет проживает за границей по причине того, что были организованы против нее уголовные дела, которые буквально недавно генеральный прокурор Александр Стояногло объявил о закрытии этих дел как не имеющих под собой никакой законной почвы. Так что, наверное, мы сейчас еще и поздравим госпожу Урсаке в прямом эфире. Скажите, мне есть связь? Госпожа Урсаке, добрый вечер. Мы вас пока не слышим. Еще раз. Анна, вас не слышно совсем. Может попробовать еще раз мы с вами еще раз позвонить? Мы вас совсем не слышим. Сейчас попробуем еще раз связаться. Хорошо? Попробуйте еще раз позвонить. Я не понимаю, почему мы не слышим в студии. Пока, опять же, возвращаясь к теме сегодняшней программы, о которой мы говорили, о событиях годичной давности. Мы помним эти протесты, которые были. Издания были окружены, насколько вы помните, людьми, которые назвали себя защитниками законного решения конституционного суда. Говорили о том, что они каким-то образом связаны с демократической партой. Да, сейчас слышно. Добрый вечер, госпожа Урсаке. Добрый вечер. Слышно и видно. Передаю вам большой привет из Кишинева. В моей студии находятся Стелла Жантуан и Корнелия. Чуря. Чуть не сказала Глигер. Видно, Штефану передали. Госпожа Урсаке, вы год назад наблюдали за событиями, которые происходили здесь. С какими чувствами, как вы смотрели, как вам все это виделось, учитывая, что вы уже несколько лет вынуждены были проживать за пределами Республики Молдова? Вы знаете, как и все наши сограждане, год назад, тем днем мы переживали за создание этого правительства, правительство, которое по праву в тот момент считалось народным правительством, правительство, которое отвечало надеждам людей. Конечно же, мы предполагали, особенно те правозащитники и те из нас, которые работали уже не первый год с международными структурами, мы предполагали, что будет, обязательно будет помощь, именно та помощь от послов, которая пришла впоследствии, потому что изгнание Плохотнюка это, увы и ах, никакая не победа внутренних сил, несмотря на то, что внутренние силы, это, как правильно сказали сегодня приглашенные в студии, в частности, Стелла Жентуанча, мнение я полностью поддерживаю, это действительно правительство Майя Санду, это был наш голос, это был результатом протестной волны, но изгнание Плохотнюка именно одного человека, олицетворение зла, олицетворение этого жутчайшего феномена, поработившего нашу систему, в частности, правосудие, правоохранительные органы, то есть базовые функции нашего государства, изгнание Плохотнюка произошло из-за слияния трех очень мощных источников, трех источников, в которых не протекала никакая Молдавская река. Это мы видели снаружи, это было очевидно, это было понятно, и тем не менее, совсем сложившимся после его изгнания предстояло работать нашим, местным, нашим гражданам и нашим избранникам. И вот в этот момент действительно повеяло ветром надежды, на самом деле повеяло ветром надежды. Спустя год, что я могу сказать? Спустя год, конечно, знаете, сегодня я смотрела начало передачи, и когда госпожа Стелла Жантуан отвечала на этот же вопрос, присущий ей деликатностью, говоря о том, что и да, и нет, можно ответить на вопрос, какие из наших надежд сбылись, был ли этот год олицетворением наших ожиданий. Я, наверное, не буду столь деликатной и скажу, что скорее нет. Потому что основополагающим элементом прихода к власти наших, и когда я говорю наши, я не подразумеваю только платформу, да, чьим сторонникам и участникам, если считать, принимать во внимание ее основу, я являлась. Я имею в виду наших, это всех тех, кто боролись, кто создавали мощный народный антилегархический фронт. Именно народный, именно гражданское общество, я очень очень сильно хочу подчеркнуть его роль здесь. Так вот, самой главной ролью и основополагающей задачей наших пришедших к власти была деолигархизация, дезолигархизация, как она будет называться правильно, которая не состоялась. Сегодня, спустя год, мы по-прежнему видим на свободе, и видим не просто на свободе, но еще и на ключевых должностях людей, которые должны были пополнить списки, иллюстрационные списки, существующие в народе, списки с именами, которые выкрикивались не раз на протестах и создавали эту кумулятивную волну протеста, давали уверенность людям, что нужно стоять на улице и отстаивать свои права именно для того, чтобы эти имена исчезли и эти люди были признаны к ответственности. Половина офицеров в полиции, я слышала, что вот один, кстати говоря, из, ну я бы сказала, держателей одного из первых десяти мест в списке иллюстрации, Чеботар, сегодня у вас почему-то эксперт в студии. Вы зачем-то его приглашаете и спрашиваете? Он не эксперт, а депутат парламента? Нет, нет, простите, это не вам упрек, это я говорю сейчас просто свои мысли о том, что означает, и я уверена, что сегодня, может быть, с меньшей деликатностью, чем присуще уважаемым коллегам в студии, я говорю то, что думает очень много телезрителей сегодня нас смотрящих. И осознавая то, что мы все заложники вот этой несбывшейся надежды, конечно же, я приду к тому, что выражу и определенные мысли, что нам следует делать дальше. И тем не менее, для того, чтобы понять, что нам следует делать дальше, мы должны четко признать, какие были допущены ошибки. Мы не сдвинулись практически ни на шаг в процессе деликатизации, мы не смогли наказать и покончить с безнаказанностью относительно тех, кто помогал Плохотнику порабощать эту страну год за годом и привел ее в это ужаснейшее состояние сегодняшнего дня, когда мы не можем возлагать ответственность за этот крах ни на одно из правительств после июня 2019 года, потому что пять лет эту страну просто по принципу кровососа изнутри пожирал этот спрут. И невозможно ни за полгода, ни за год восстановить ни образование, ни здравоохранение, ни правосудие, ничего. Но нужно начать. И вот с этим началом мы очень сильно повременили. И мне очень грустно и очень тревожит меня вот эта риторика сослагательного наклонения, которой сегодня пользуются наши соратники. Сегодня очень легко посыпать голову пеклом, после чего не смогли привести к наказанию людей, пропустили коррупционные схемы и дальше, после чего позволили уйти в почетные отставки ряду офицеров, я прошу здесь принимать кавычки, полиции, которые являлись просто преступниками своего времени. И после этого мы просто до тошноты просто употребляем сослагательное наклонение. Вот надо было бы, вот если бы. Нет, друзья, у нас уже нет этого времени. Этот год показал, что больше мы, граждане Республики Молдова, не должны опираться на все то, что может вербально быть выражено через «если бы» и через «надо бы». Мы должны были четкие и понятные цели. Госпожа Усак, я вас прерву, потому что вы неоднократно упоминали уже сейчас не только имя господина Плохотнюка, но и говорили о том, что есть целый список людей. То есть правильно я понимаю, что вы абсолютно уверены, что нельзя во всем обвинить одного человека и без того, без тех, который ему помогал создавать какие-то условия, удерживать власть и все остальное, его как феномена в принципе не существовало бы в Республике Молдова. Ну конечно же, я всегда говорила о том, что вот этот один самый человек, максимум, в чем его можно обвинить, это в деструктивных действиях. Он ничего не создал, он не является основоположником ничего. Даже в том, что случилось плохое, он является просто вот этим, знаете, плохим продуктом брожения, брошенным вот в нормальную чистую воду. А замутилась она из-за того, что мы каждый день отказывались ее чистить. И мы каждый день находили для себя причины в этой мути, которая вот возрастала от присутствия Плохотнюка, находиться и в этой мути как-то выживать, работать в коррупции, продвигать эти коррупционные схемы, прощать какие-то, вернее как прощать, я имею ввиду в данном случае толерантность, уже простите у меня как-то с русским, что-то сложновато. То есть толерантно относиться к взяткам, толерантно относиться к тому, что не принцип меритократии, а принцип наношей и кумовей преобладает в этой стране и так далее и тому подобное. Наша мелочность, наш страх, наше себелюбие и эгоизм сделали Плохотнюка Плохотнюком и еще раз повторяю, изгнали его из нашей страны совершенно не мы. Хотя, конечно же, протесты и то, что должно было наступить после его изгнания, создали мы. Видать, еще пока недостаточно. Кстати говоря, вот это недоразумение, которое по видео у вас выпало в студии. Я вынуждена госпожа Урсаке буду вмешаться, потому что нельзя оскорблять в прямом эфире человека. Вы знаете, я не вижу абсолютно никакого оскорбления в слове недоразумения, ибо все то, что этот человек говорил, я сейчас касаюсь Владимира Чеботаря, является сплошным недоразумением и ложью. Потому что в момент, когда генеральный прокурор, я уверена, что так и будет, прочтет решение Венецианской комиссии, потому что сегодня все-таки передача посвящена году от этих событий, так я вам хочу сказать, что после 8 июня, учитывая страшнейшую роль, которую сыграл Конституционный суд предыдущего созыва в том, чтобы узурпация власти была возможна как преступное действие, да, она не получилась у них из-за вмешательства трех сил, поэтому уже четко понимаем. Но Чеботарь, стоящий на улице, организовывающий вместе с генералами полиции... Но если вы видели, он отказывался от своей роли в этом, я его об этом спросила. Послушайте, если бы он ко мне обратился за адвокатским советом, я бы ему тоже сказала отрицать. Вот честно вам скажу. Любой нормальный адвокат, практикующий уголовное право скажет клиенту подобному Чеботарю, иди в отказ. То есть то, что он сегодня вам говорил, поэтому я и настаиваю, что является недоразумением, как в принципе и все то, что они сегодня пытаются отыграть. Давайте лично отойдем от личности господина Чеботаря, потому что у него нет сейчас возможности дать вам реплику. Давайте говорим... А вы знаете, я думаю, что самая лучшая реплика, это будет реплика на допросе по делу об узурпации власти, потому что чуть раньше вы меня спросили... Я думаю, что это дело сейчас открыто. По крайней мере, так мне известно из пресса. Больше я ничего не могу знать о деятельности Генеральной прокуратуры и, наверное, не должна. Точно так же, как и любой другой человек, который не связан напрямую с деятельностью прокуратуры. Кстати, о прокуратуре... Давайте вернемся к Венецианской комиссии. Вы отвлеклись на личность. Для того, чтобы вернуться к Венецианской комиссии, я хочу вернуться, кстати, и к моменту, который вы сказали вы, о том, что ни один плохотнюк порабощал эту страну, и ни один плохотнюк являлся олицетворением вот этой всей беды, с которой мы смогли хотя бы частично покончить 8 июня 2019 года. Потому что пособниками ему, помимо людей, стоящих с этими синдюками на улице и бросающих их через забор президентуры, помимо людей, которые организовали незаконные протесты и были готовы, несмотря на то, что он вам тут сегодня врал, на кровопролитие ради идеи плохотнюка, помимо этого всего, Конституционный суд предыдущего созыва оказал самую мерзкую, самую мерзко возможную услугу плохотнюку в то время, когда он еще не собрался улетать и пока еще основные большие силы его из страны не вытурили. Это было решение, и все знают это решение, которое впоследствии Конституционный суд еще и отменил. Почему я о нем говорю? Потому что, опять же, ваш приглашенный представитель Демократической партии сослался на него как на извинение для того, чтобы они могли стоять на улице и для тех протестных действий, которые являются преступной составляющей именно вот этой узурпации власти. Потому что, если генеральный прокурор прочитает решение Венецианского суда, которое было выдано в скором времени после того, как 21 июня Совет Европы озабоченной ситуации в Республике Молдова запросил в срочном порядке это мнение. Я, кстати, рекомендую всем желающим прочитать досконально это решение. И еще раз повторяю, что любому прокурору, любому юристу-профессионалу будет понятно, что в принципе в этом решении заложено обвинительное заключение против судей Конституционного суда. Что бы сейчас ни говорили и как. Потому что в оценке, которую дала Венецианская комиссия действием Конституционного суда прежнего созыва, было четко сказано, что прослеживается прямая связь с руководящей партией и с Демпартией. Прямая связь. И нелегитимность этих решений зиждется именно в этом. В том, что они полностью отвечают требованиям власти. А мы прекрасно с вами знаем, что Конституционный суд не может отвечать требованиям никакой власти. Он может отвечать только и только приоритетно требованиям Конституции. Конечно. Кстати, говоря о Конституционном суде сегодняшнего дня, это, пожалуй, единственное хорошее, что мы имеем спустя этот год. Точно так же, как и здесь я абсолютно солидарна с госпожой Жантуан назначение Александра Стоянову на должность генерального прокурора. Сегодня только он один и Конституционный суд, который отстоял свою независимость и свою честь, могут нам показать, что да, что-то изменилось за этот год. Сегодня только лишь эти два достижения приближают нас хотя бы к мысли, что все-таки процесс деолигархизации. И те изменения, которые были заложены в декларацию о захваченном государстве, которая также была принята в этот исторический день, год назад, что-то из этого будет предпринято. Сегодня у нас есть два, у молдавского народа есть два союзника. Это Конституционный суд и генеральный прокурор. Я думаю, очень большой сюрприз для всех наших политиков. Очень большая неожиданность и очень большая надежда для Республики Молдова. Я так говорю сейчас не от своего имени. Да, к сожалению, я могла бы, конечно, тоже сослаться на определенные сдвиги в своем деле. Но я говорю сейчас от имени людей, которых мы привыкли уже называть в Молдове политическими заключенными. Либо от имени людей, которые пострадали от заказных дел. От заказных дел политического, экономического и иного толка и характера. Так или иначе, людей, в отношении которых правосудие просто поиздевалось. И одновременно с этим поиздевалось над очень важным принципом, называется rule of law. И пока это издевательство будет продолжаться, мы не будем иметь ни настоящих хороших международных контактов, ни дружбы, ни помощи от наших иностранных партнеров. Кроме вот какой-то самое необходимое, чтобы мы там все не померли в Молдове. Никогда и никто, кто бы не был и не возглавлял завтрашнее правительство, без того, чтобы на самом деле не притворно, не садясь на попу и не жалуясь и не посыпая голову пеплом. Это я, кстати, уже реплику даю Александру Сусарю. Я очень его люблю и уважаю, но сегодня меня поразила просто риторика, как я уже говорила, сослагательного наклонения. Нет, молдавские люди не хотят уже граждане слышать, если бы. И никому. А что вы бы сегодня можете сказать, спустя этот год, наблюдая, какие были проведены, произошли изменения в стране. Что сегодня вы можете сказать нашим гражданам, на ваш взгляд? Учитывая, что у нас сейчас обсуждается все-таки возможность отставки правительства, досрочных выборов, уже назначена дата новых выборов президентских. Вот вы до этого говорили, что если бы не было вмешательства трех сил, или как вы красиво это сказали, три реки, то ситуация в стране не изменилась бы. Это было бы невозможно. Вот сейчас, когда у нас есть опять на кону новые выборы, сначала президентские обсуждаются возможности досрочных выборов парламентских, или будут, или не будут они, и правительство. Вообще мы без этих трех рек в состоянии сами решать свои вопросы? Я думаю, что мы еще очень долго не будем в состоянии самостоятельно решать свои вопросы. Однако в суверенитет своего народа я твердо верю. Вот я фактически сказала парадокс, мы не можем решать сами свои вопросы из-за импотентов политиков, которых мы сегодня имеем. А вот люди могут сделать свой единственно правильный выбор, потому что да, вы правы впереди, как президентские, так и досрочные выборы. Они обязательно состоятся, это уже понятно из политической конъюнктуры сегодняшнего дня. И я, наверное, не такой опытный политический эксперт и комментатор, чтобы сейчас высказываться о сценариях, какое из правительств и под какими обязательствами приведет страну к досрочным выборам. Однако я бы хотела призвать сограждан. Люди добрые, сегодня мы должны больше, чем всегда, ради этого года, ради того, чтобы та маленькая надежда, забрежившая, и которую нас отняли из-за нашей же какой-то несостоятельности, из-за того, что забрав у нас мандат, нас фактически, наши ожидания фактически предали, мы должны эту справедливость восстановить. Мы должны перестать делиться геополитически по языковому национальному признаку. Мы должны перестать ссориться между собой, мы должны перестать подаваться этой всепоглощающей пропаганде, страху и вот этому, этой полной лжи, которая несется из телевизоров, газет, подконтрольных тем политикам, которые хотят продолжать состояние дел на сегодняшний день, на очень долгое время. Да, вот по принципу того, как они ведут себя сейчас с карантином, с вирусом и с прочими делами. Я призываю своих сограждан голосовать правильно. Не дать ни единого, ни самого маленького шанса демократической партии, никогда. Ни одного процента. Не дать ни одной, ни одного процента партии Шору. Еще выборов нет, может. Можно, да, еще? Да. Нет, и на выборы президента сделают все правильный выбор. То есть вы не верите в то, что нынешняя демократическая партия, она реформируется действительно и будет предлагать что-то новое? Кто реформируется? Простите, я не услышал. Демократическая партия. Демократическая партия? Да. Я проверяю в очередной раз наушник, очень надеюсь, что вы все-таки оговорились. Демократическая партия не может реформироваться. Демократическая партия должна быть ликвидирована голосом народа. Ни единый человек из этой партии после пятилетнего служения Плохотнюку и участия во всем том, что сами мы же, люди и наши экспоненты в парламенте назвали захваченным государством, не могут продолжать быть игроками на политической арене. Особенно после того, как мы, люди, добровольно зайдем в этот избирательный участок и еще раз им дадим на этот мандат. Это невозможно. Я все-таки всегда сохраняю надежду на то, что не все люди, находясь в той или иной партии, на самом деле знают, каким образом принимается решение наверху. Ну, сегодня наше общество понимает под словом демократическая партия определенных людей, которые олицетворяют. Это пост Плохотнюковская. Ну, извините, пожалуйста, безобразие. Я беру на себя ответственность за все сказанные мной слова. Телеканал 21 не должен за них нести никакой ответственности, потому что это безобразие. На одной стороне Филипп, очень, так скажем, известный прислужник Плохотнюка и человек, которого вполне возможно назвать пособником преступных действий улетевшего из страны олигарха. На другой стороне Канду, его ближайший родственник, создавший так называемую промолдову для того, чтобы мы, наивные люди, поверили, что этот самый раскол приведет к какой-то чистке. Ничто иного, кроме пропаганды и достаточно интересного трюка, который пытается разыграть издалека Плохотнюку. Здесь я его понимаю. У него много времени. Я себя осознала в какой-то момент в эмиграции, когда у тебя становится много времени, и ты начинаешь призадумываться о чем-нибудь другом, что не составляло твою каждодневную деятельность, пока ты был дома. Вот у него есть время, он придумывает эти схемы. Прислуживающие ему по-прежнему люди эти схемы разыгрывают, потому что делается это на его деньги, и эти деньги такого дурного происхождения, что никогда ничего, построенное на эти деньги, не будет хорошо пахнуть. И поэтому мы должны очень сильно руководствоваться нашим обонянием, когда, повторяю, пойдем на избирательный участие. Я прошу прощения. Я знаю, что вы долго ждали возможности выйти в эфир, но мы уже настолько долго пересидели сегодня в эфире, что я вынуждена вас уже поблагодарить за участие в сегодняшней программе, повращаться. И я понимаю, что эти карантинные меры не только в Европе, а практически на всем земном шаре переиграли все игры, все правила, кто что видел свое дальнейшее будущее. Но у вас уже есть возможность вернуться в страну, и возможно, если снимут последние карантинные меры, начнут летать самолеты, мы увидим вас уже в студии, а не только по скайпу. Я буду очень рада повидаться с вами, Лиля, в студии, и со Стеллой, с Корнеллом, с любым из тех коллег, которые сегодня на этом тоже нелегком поприще освещают события для того, чтобы наши граждане были каждодневно информированы. И я вас всех люблю. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Ну, мы заканчиваем эфир. Я хочу только задать, наверное, заключительные вопросы, постараться максимально лаконично, кратко, если можно, в пределах минуты, каждый из вас. Какие выводы вы сделали бы сейчас по истечении этого года, очень кларко, что мы точно не должны повторить и что мы точно должны сделать в ближайшее время для того, чтобы Республика Молдова развивалась, а не вот опала в политических каких-то там, я не знаю, спорах, дрязгах или еще как-то. Господин Чуря, начну с вас на это. Вы так сформулировали вопрос, что я не могу дать вам сатисфакцию, ведь все эти споры, дрязги, как вы называете, это и есть моя пища. Политология анализирует анализирует политически. Нет, я просто пытаюсь быть реалистом в этом контексте и в кругу многих людей, которые идеалисты, они хотят увидеть свет в конце туннеля, но политологи к этому относятся немножко иначе. Поэтому я думаю, что вот то, что произошло за этот год, нельзя сказать однозначно, что было положительным. Многие элементы были уже высказаны, но мне кажется, что к этому нужно относиться оптимистически. Вот это была лекция для нас. С точки зрения политики, ограничение прав и возможностей олигархии, мне кажется, является положительным. Увеличение плюрализма в нашей политической жизни также. Ну и судебная система, вот было уже сказано, генпрокуратура имеет больше возможностей для действий. Вот к этим моментам маленькие может быть, но нужно относиться оптимистически, положительно. Я думаю, что нужно находить эти моменты в нашей жизни. Спасибо, я только дополню. Может быть, я не очень четко выразилась, но мне казалось все время, что мы должны наконец-то спорить о идеях и планах развития страны, а не о том, кто больше институтов захватил, кто нечестный на руки и кого из-под какого угла снимали и все остальное. Но без другого не существует. Мне хотелось бы, наконец-то, вот я 30 лет Республика Молдова независимое государство, из них, не буду говорить сколько лет, я уже совершеннолетний человек, которых пытаются увидеть, когда же мы начнем спорить о развитии страны, а не о том, какие политики с кем когда поругались. Вот это то, чего я жду. И мне хочется сказать, услышать мнение, вот по истечении этого года мы хоть немножко приблизились к тому, чтобы определить, какая экономика у нашей страны и какой путь мы предпочитаем развитие, достаточно ли у нас социальных каких-то моментов для наших граждан, что мы создали для того, чтобы вернуть граждан из-за границы домой. Вот мы за этот год приблизились? Госпожа Женплан, ваше мнение. Хотя, господин Террия все время подчеркивает свое превосходство, что он политолог, поэтому он более прагматичен по сравнению... Вот это не превосходство, а более прагматичен. Да, но по сравнению с другими специальностями я хочу сказать, что, допустим, есть такая дисциплина, как социология, да, это не только цифры, замеры и так далее, социология объясняет очень многие процессы и взаимосвязь между эффектом и причиной и следствием. И хочу вам сказать, что то, что произошло в Республике Молдова в прошлом году, хотя у многих есть сожаления, вот госпожа Урсаки все очень правильно как человек, который участвовал в самом начале, потому что люди много чего ждали. Но здесь уже буду как господин Чуря, если с точки зрения социологии, все равно есть прекрасные подвижки и перспективы, которые, может быть, сейчас кому-то не видны вооруженным взглядом, но они есть. То есть были прерваны некие процессы социальные, которые никуда не вели, они вели в тупик, они вели нас по кругу. Они, как вы говорите, не давали возможность задавать вопросы, решать эти вопросы, что означает социальная и экономическая модель Республики Молдова, кво-вадис Республика Молдова, что такое политическая элита для Республики Молдова, что вообще и вообще какой должна быть эта политическая элита и так далее. Какие структуры, какая структура у всех социальных, экономических и политических процессов Республики Молдова. Так вот, с точки зрения вот этой социальной психологии и социологии произошел прорыв. В самом деле, в прошлом году произошел прорыв. И мы теперь тяжело для нас это воспринять, потому что мы хотим сразу и сейчас. Но на самом деле эти процессы пошли в нужное для общества и для страны русло. Потому что ситуация, как бы кто ни утверждал, никогда невозможно войти, как говорится, в ту же реку дважды. Ситуация меняется. Люди изменили свое отношение к власти, изменили отношение к предательству, то, что, допустим, им даешь мандат, а все решения они принимают, как они хотят в этом парламенте. Изменили отношение к своему будущему и к ответственности своей перед этой страной и властью перед этим народом. Я думаю, что даже те же процессы, которые сейчас идут, предательство Дадона, то, что он решил сыграть с Плохотнюком еще один раз эту партию, в которой, естественно, проиграл и сейчас ищет какие-то выходы. Это тоже звенье вот этой цепи, вот этой такой оздоравливающей ситуации в Республике Молдова. И следующий этап будет, конечно, что в Республике Молдова назревает эта критическая масса думающих людей, которым не безразлично то, что происходит в Республике Молдова. А если вы помните, их всегда было количество, всегда очень маленькое количество этих людей, потому что они говорили, а что мы можем изменить? Ничего изменить нельзя. Эти процессы идут полным ходом. Я думаю, что у нас появится новый политический класс, может быть, новый, не совсем, скажем, с какими-то новыми лицами, которые мы хотим увидеть из других каких-то стран или кто себе как бы это представляет. Но я думаю, что это будут люди, которые способны будут формулировать смыслы для этой страны и формулировать эти идеи, о которых вы говорите, что пора уже говорить о идеях, а не обсуждать кто, когда и что про кого сказал. Спасибо. Я тоже с вами сейчас буду прощаться, но я тоже хочу сказать, что это я не из бредности все время пытаюсь перевести разговор с конкретных персон, а на идею. Потому что мне кажется, что изменения настоящей в Республике Молдова начнутся тогда, когда мы будем изучать явления, когда мы будем спорить о том, какой у нас должен быть налог, когда мы будем выбирать людей не по тому, сколько они нам наобещали, придя в парламент или на другую должность, они забыли и сказали, ну вообще-то я не мог этого сделать, да, мы же в Молдове живем, не в сказке. Отвечать им на следующих выборах абсолютно адекватно. Обещали, не сделали, до свидания. И вот когда будет конкретная ответственность стоять перед нашим политическим классом за каждое произнесенное ими слово, и насколько оно подтверждено делами, наверное, тогда у нас начнутся действительно какие-то реальные изменения. Возможно, я сейчас рассуждаю не как политолог, не как социолог, а как уже в нашей более гуманитарной профессии, склонной, наверное, даже к какому-то такому политическому романтизму. Возможно, но очень хочется, чтобы было так. Иначе... Как раз к тому, что вы сказали, потому что эти два политолога в студии, ну фактически убедили нас в том, что да, действительно... Я к тому, что сегодня исчез страх. Вот очень важный момент. Вы все об этом сказали, но как-то вот нечетко. Исчез страх. А отсутствие страха – это очень хорошая платформа для появления новых свежих лиц. И я очень хочу, чтобы граждане следили за появлением этих лиц, а также за ними шли. Все. Спасибо большое. И до свидания. Увидимся с вами в Кишиневе. А если не получится, пока не снимут у нас кордоны, возможно, в следующей программе уже по скайпу еще раз встретимся. Еще раз до свидания. Всего доброго. До свидания. Я как в том анекдоте прощаюсь и не ухожу. Такая у нас сегодня получилась длинная программа, но это был итог за целый год. Наши надежды, наши разочарования. И мы все равно остаемся оптимистами. Берегите себя и своих близких. Всего хорошего. Увидимся с вами в пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok